Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу пожелать всем солнечного, теплого, скорее всего, солнечной, теплой, доброй и мирной весны. Сегодня мы с вами посмотрим расклад на тему, что мы пытаемся в себе изменить. У нас это, возможно, не получается. И самое главное, для чего мы хотим что-то в себе изменить. Потому что, когда спрашиваешь людей, что ты хочешь изменить, они начинают выдавать целый список каких-то качеств, которые я хотела бы изменить. А для чего не всегда понятно. Опираемся как-то больше на внешний мир, на внешние какие-то правила, рамки, что не всегда верно. Ну вот, сегодня мы посмотрим такой небольшой расклад. Я не хочу делать большой. Ну, опять-таки, как получится. Позиции вы видите перед собой, начиная с первой позиции голубенького камешка и так далее. Тайм-кода есть в описании. Работать будем на колоде Таро сумасшедшего дома. И если вы определились с позициями... А, как правило, большинство из вас уже смотрят все позиции. Ну вот, мы давайте с вами приступим. Так, я отодвину вот эти две вот сюда сторонку. Голубенький поставлю сюда. Падает. Скользит, потому что... Так, видно. Да, вот голубеньким мы и будем... И вот сюда. Голубеньким будем работать. Первая позиция. Итак, что мы смотрим? Что вы пытаетесь в себе изменить и не получается? Ну, либо получается, но вы все равно как-то вот продолжаете что-то в себе обменять. Что вы хотите в себе изменить? Пашкубков. Вообще-то здесь изображен Уильям Блейк. По своей характеристике, натуре человек такой достаточно ранимый, чувствительный, талантливый. Ребенок. Ребенок, который желает получить... Знаете, в какой-то степени угождает другим для того, чтобы получить оценку. Оценку себя. Такое бывает, когда психика человека еще недостаточно зрелая, независимо от возраста. И вот она нуждается все время в обратной связи. Почему? Потому что нет внутренней опоры. Я не знаю сам себя. Я не знаю, кто я есть. И вот мне нужно внешнее подтверждение того, кто я. Правильно ли я двигаюсь в том или направлении. То есть это человек, которому нужно все время какое-то подтверждение извне. И этому человеку очень важна поддержка. Поэтому отвечая на вопрос, что мы пытаемся в себе изменить. Во-первых, чувствительность, ранимость, эмоции. Неумение справляться со своими эмоциями. Неумение, скорее всего, непонимание того процесса, как появляются эмоции. В связи с чем они приносят вот этот дискомфорт для нас. Здесь по пажу кубков. Человек, с одной стороны, хочет доверяться. А либо, знаете, такой в какой-то степени добрый человек. Наивный, я бы сказала. Человек, у которого есть желание открыться. Есть желание видеть мир таким, каким видит этот человек внутри себя. А он его видит, знаете, вот именно как ребенок без каких-либо, не то чтобы искажений, а трудностей, что ли. Вот присутствует некая такая утопия, да, что вот мир добрый, все люди добрые. Что если я буду обращаться с людьми открыто, доверчиво, то и люди со мной будут обращаться и взаимодействовать так же, как и я с ними. Вот это есть некая такая несостыковка, да. И очень часто этот человек попадает в просаг. Почему? Потому что вроде бы у меня намерение доброе, да. Я и открываюсь. А потом все, все те мои, как это сказать, душевные, как это, открытия, да, когда человек открытый, начинает что-то о себе рассказывать, доверяется людям. И, знаете, все это потом в конечном итоге обращается против него. Либо наоборот, этот человек очень добрый и он пользуется успехом, да, у окружающих. То есть как-то хочет развеселить других, да, чтобы другим было хорошо, чтобы другим было комфорта. В некой степени, знаете, еще и угождать. Но есть в этом человеке какая-то такая вещь, которая непонятная окружению. Они считают такого человека глупцом, может быть, в какой-то степени. Знаете, вот обычно непризнанные гении, которые верят во что-то такое понятное им. И поскольку эти люди, как правило, идут впереди своего времени, да, их очень сложно понять основной массе людей. Так вот здесь по пожилкубкам то, что вы хотите в себе изменить, это вот эти вот качества, которые приносят вам дискомфорт. Во-первых, люди вас не понимают в каких-то моментах, да. В других моментах им кажется, что вы вот какой-то, знаете, добряк, наивный что ли, глупец. И они считают, что вам, вас нужно поставить, наверное, какой-то путь. Начинают давать вам советы, рекомендации, которые вам, по сути, в принципе, и не нужны. Да, то, что вам нужно, это, возможно, внимание, да, и, знаете, вот просто какая-то вот человеческая такая доброта. У вас это все присутствует, но мир, он достаточно жестокий. И почему-то у меня идет такое выражение, знаете, двуногие обезьяны, да, то есть в большинстве своем люди живут на выживании. А здесь вы по кубковости своей, да, стараетесь привнести нечто такое красивое, изящное, эстетичное. То есть вы как будто бы начинаете показывать, что помимо материи есть еще и душа. И вот здесь как будто бы ощущение такое, да, что вот вас высмеивают. А какой душе, какой красоте ты говоришь, когда вот нам нужно выживать, да, когда, допустим, надо зарабатывать, либо еще что-то. То есть то, что ты говоришь, это вообще вот неактуально. И то, что вы стараетесь, это как-то, знаете, закрыть себя. Почему? Потому что здесь идет недопонимание. Вот ваша доброта, ваша искренность, она иногда настолько, знаете, сногсшибательная для людей, в плане того, что они не понимают, либо вы дурачок, да, что вот прям вот так открываетесь в наше-то время, то нельзя же никому доверять. Либо наоборот, вы слишком умны и есть какие-то корыстные моменты за этим стоят. То есть одним словом, вопросы доверия, да, предательство очень часто в вашей жизни бывает. Не только от ваших партнеров, может быть, от людей. Такое ощущение, что вот люди как будто бы хотят либо насмеяться над вами, либо воспринимают вашу доброту как слабость, либо не понимают, как в этом мире жестоком и жестком вы можете быть таким, ну, чистой душой, да, ранимым. Поэтому вот свою ранимость, свою эмоциональность, да, где-то свой талант, может быть, талантливость, вы скрываете ощущение того, что вот вы чуть-чуть впереди своего времени. И поэтому здесь нету понимания людей вами, и вы их также не понимаете. Почему? Почему мир вот именно ко мне, он относится, да, либо поворачивается именно вот такой стороной? Почему? Потому что вот здесь вот это вот ощущение, да, что я уже не хочу угождать кому-то другому, да, но я понимаю, что мне как будто бы, знаете, вот вынужден человек подстраиваться, потому что есть система, есть какие-то вот внешние правила, рамки, которые мне абсолютно не нравятся, но я вынужден, так как я являюсь частью этого общества, так как я являюсь частью этой системы. И вот это вот вам, знаете, приносит дискомфорт, ваша эмоциональность, очень тонкое восприятие мира, вот то, что я говорила, ваша ранимость. Вот это в какой-то степени вы хотите в себе изменить. Что еще? Ну, несовершенство, да, несовершенство этого мира в плане того, именно взаимодействия, да, что вы видите несправедливость, очень много несправедливости вы видите вокруг себя. Опять-таки не забывайте, что на том уровне, на котором вы находитесь, возможно, вам кажется, что мир несправедливый, потому что здесь ощущение вот именно какой-то, знаете, жесткости, колкости, как будто бы вы все время идете по какому-то коридору, напичканному со всех сторон, на стенах, на потолке, на полу ножами, какими-то остро колющимися предметами. И вот вы все время как-то настороженно опасаетесь, чтобы лишний раз вас никто не ранил. Здесь ощущение того, что у вас как будто бы не работает некая такая адаптивность. Вот, знаете, говорят, человек толстокожий, его ничего не берет. А вы слишком тонко чувствительны. Вот пелена между, завеса между вами и внешним миром, она настолько тонка, что вы очень тонко воспринимаете масло масляно, воспринимаете все, что происходит. И поэтому какое-то некое несовершенство, да. Вот вы как в себе, внутри себя, да, каких-то качеств, так и во внешнем мире вы стараетесь исправить. Здесь ощущение того, что то, на что вы замахнулись, да, то, что вы хотите исправить в себе, это, скорее всего, такое достаточно глобально масштабное. Это не одно какое-то качество. А здесь вы хотите исправить то, как вы взаимодействуете с миром. И по сути, то, как вы взаимодействуете с миром, является следствием того, кем вы сами являетесь. То есть для того, чтобы вам научиться по-другому взаимодействовать с миром, да, вам как будто бы нужно себя полностью поменять. А это как будто бы не совсем-то и реально. Ну, допустим, вы хотели бы, да, чтобы, когда вы с кем-то разговариваете вежливо, да, чтобы и другой человек с вами разговаривал вежливо. Ну, потому что я же не кричу на тебя, да, но когда встает такая ситуация, когда нужно отстаивать какую-то свою позицию, вы-то себя, возможно, прокачали, и можете разговаривать на спокойных тонких тонах, да, потому что вы понимаете, что я просто высказываю свою точку зрения, а оппонент высказывает свою точку зрения. А другой человек, он, возможно, иначе устроен, да, я не буду говорить, что он другого уровня, он просто иначе устроен, и он начинает кричать, да, и у него не хватает, он его выводит на эмоции, не хватает словарный запас, он не может уже логически рассуждать, может переходить на мат, на мат, на оскорбление, еще что-то, а вам это неприемлемо. И вот вы не можете понять, почему, да, почему я в спокойном, например, расположении духа могу с тобой разговаривать, а ты на меня кричишь. То есть, ну, где вот эта вот несостыковка? Я же к тебе с хорошей, да, с открытым сердцем, а ты ко мне с ножом, условно говоря. И вот вы как будто бы вот эту вот несостыковку и внутри себя тоже не можете понять, да, то есть, как мне найти ту золотую середину, как мне общаться, взаимодействовать с людьми. То есть, я не хочу спускаться до их уровня, допустим, да, чтобы как-то вот оскорблять, хамить, да, грубить, либо также подло поступать. А с другой стороны, я понимаю, что когда я взаимодействую с людьми на моем уровне, да, например, там, справедливости, честности, открытости, да, добродушия, братства и так далее, да, то, ну, это не работает. И вот здесь вот такое вот ощущение, что вот вы в себе вот это вот хотите изменить. Есть какая-то некая идеализация мира, да, то есть вы видите в какой-то степени мир намного чище и лучше, чем он есть на самом деле. Ну, и последнюю карту вытащить, да, что вы пытаетесь изменить в себе. Ну, вот вы закрываетесь, да, и как раз вот это стараетесь изменить. Ну, смотрите, вот здесь три карты, они как раз показывают нам сценарий того, что вот я достаточно хранимый, я не умею взаимодействовать с внешним миром, да, я не могу себя как будто бы проявить, заявить о себе, потому что я понимаю, знаете, как с акулами выходишь, и ты понимаешь, что либо тебе нужно быть акулой, либо тебе нужно быть сильнее. И вот у вас такое ощущение, что ваше взаимодействие с людьми это бесконечная борьба. А поскольку вы избегаете этой борьбы не потому, что вы слабы, а потому что вы не понимаете смысла бороться, что вы делаете? Вы пугаетесь и прячетесь, вы прячетесь от мира, и как следствие вы не получаете то, чего вы достойны. Почему? Потому что вы не отстаиваете, да, свою точку зрения. Вам же больно? Вам проще сбежать, закрыться. Вот здесь человека нет. Ох, я ручку свою не взяла, да, пальцем. Буду тыкать. А вот здесь мы видим, вам отсвечивает, здесь мы видим дверь. Вот. И рука протянутая, да, палка, как чучело, мини-чучело. Держу тоже палку, которая отгоняет. То есть я, в принципе, спрятался в чулане, да, и вот как свою проекцию выставляю, чтобы отогнать других людей. Здесь вот получается, что я боюсь, я боюсь этого мира, да. Почему я боюсь этого мира? Потому что отсутствует доверие. Отсутствует доверие именно самому себе. Ощущение того, что мир для вас, он небезопасен. И в данном случае не сам мир как таковой, как природа, да, а именно люди, да. Здесь такое ощущение, что мир, он выстроен на том, чтобы все время перед кем-то выслуживаться, да. То есть вот здесь вот я молодец. Вот здесь я молодец, да, я получаю медаль. А ты ничего не сделала. Получи мышь, да, будь мышиная возня. И как это все устроено, да, кто правит, какой здесь Наполеон-то стоит, который самостоятельно не может принимать решения, принимая за него решения, его внутренние какие-то бесы. Суть здесь заключается в том, что вот именно вот эти моменты, да, взаимодействия с миром вы и хотите изменить. Вам страшно. Вам вообще страшно жить в этом мире, да. Даже не сама жизнь, а вот именно люди как-то в вашем восприятии, они, я не случайно сказала вот такую жестокость, мир для вас, он небезопасен. Почему? Потому что вот, знаете, ощущение того, что не хватает какой-то брони, не хватает. Вы очень, очень тонко, очень близко к сердцу все принимаете, даете, продаете значение очень многим вещам. И поэтому здесь вот получается так, что мне легче закрыться, потому что каждый раз, когда я открываюсь и взаимодействую с этим миром, мне все время, знаете, как будто я наступаю на какие-то грабли. И сколько бы лет ни прошло, я все никак не могу к этим граблям привыкнуть, да. Как будто бы нету, хочется сказать, какой-то вакцины, да, от того, чтобы вот стать действительно толстокожим, чтобы ни на что не обращать внимания. Вот вы на все обращаете внимание. Вот это вы в себе хотите изменить, причем очень долгое время, здесь работа не... Это, знаете, один сценарий, в котором есть очень много подсценариев, да, причина, почему вы убегаете, почему вы не взаимодействуете, почему вы не отстаиваете. Здесь не в том, что вы не умеете, а здесь в том, что вы не хотите, почему вы не хотите, знаете, как-то, хочется сказать, один раз себя поставить, да, чтобы люди вот как-то уважали, да. Знаете, здесь непонимание, как вот действительно, как маленький ребенок как взаимодействовать с внешним миром как разговаривать с кем разговаривать здесь как будто бы вот вас не наделили этим опытом и вы до сих пор потому что здесь не ни одного года эти уроки здесь такое ощущение что вот это вот пожизненно очень долгое время вот в этом варитесь разбирайте то что вы хотите в себе изменить здесь какой-то вот такой вот очень общий глобальный сценарий почему для вас это важно почему для вас важно не быть таким чувствительным не быть таким ранимым не именно не выслуживаться перед другими иметь свою какую-то позицию вот почему для вас это важно и умеренность потому что это ваш урок непосредственно связанные с умеренность туда уметь найти вот эту вот золотую середину до между двумя силами отдающими и принимающими потому что у вас идет перекос либо вы много отдаете либо вы вообще ничего не отдаете на вот здесь вот какой-то перекос здесь вам нужно прийти к балансу здесь вам нужно прийти к успокоению и с другой стороны почему это важно потому что это дает вам спокойствие да потому что это не вызывает у вас дискомфорт это не выводит вас из вашей привычной зоны комфорта потому что знаете вот вы как будто вы живете в каком-то замкнутом пространстве да ну допустим у себя дома здесь все понятно я хозяин баре да вы можете где-то даже еще и прикрикнуть что-то здесь все понятно известно стоит вам только выйти во внешний мир по любым делам что-то заплатить например на как-то взаимодействовать, например, в каких-нибудь государственных учреждениях, что-то сходить, оплатить, какие-то документы отнести, это вызывает у вас дискомфорт дикий, потому что там надо с людьми взаимодействовать. Люди абсолютно разные, а вы хотите быть, знаете, хорошим, правильным человеком, и вот это вот вызывает у вас дикий дискомфорт, страх, а как, а что, и восьмерка кубка здесь вообще говорит уход, да, почему это важно, потому что я, ну, ваша позиция убегать, да, вот здесь вот закрытость, да, и вот здесь вот такой аркан, да, когда человек отвернулся, и я хочу свободы, да, вот я как птица, вот это вот на стене, да, я хочу улететь, а вот этот бес, он его все время палкой толкает, да, то есть повернись, обрати на меня внимание, да, обрати внимание на мир. Вы уходите от мира, вам, вам, как это сказать, вам тяжело, вам реально тяжело жить в мире людей, и поэтому вы убегаете, поэтому вы закрываетесь, а вас как раз-таки наоборот всегда выводят на то, чтобы вы научились, чтобы у вас была, это по-гречески, анексия, чтобы у вас была, как это сказать, выработался иммунитет, да, на любые ситуации, чтобы вы не переживали, чтобы, почему, знаете, почему, потому что вы, будучи не то чтобы интровертны, а будучи в своем каком-то пространстве замкнутом, в котором вам комфортно, вы лишаете себя каких-то возможностей в социуме, почему, потому что вы туда не выходите, не выходите, потому что вы боитесь, и здесь это как раз-таки и учит, да, то есть вас выводят специально, то есть есть какие-то обязательства, либо обязанности, которые вы должны выполнять в взаимодействии с миром, да, чтобы у вас выработался этот иммунитет, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы стали более увереннее, да, чтобы вы заявили о себе миру, и чтобы вы получили действительно то, чего вы достойны, потому что здесь вы как будто бы сами себя лишаете, да, очень многого, потому что вы получаете то, что вы заслужили от мира, а когда вы с ними не взаимодействуете, а в данном случае вы не взаимодействуете, потому что вам очень сложно, вы себя этого и лишаете, то есть ваш рост непосредственный, развитие, если мы говорим, он идет через внешний мир, через взаимодействие через людей через людей вы обучаетесь вот такая вот у меня была первая позиция так позиция номер два красненький камешек что вы двоечки пытаетесь себе изменить сразу две карты вышло здесь страх страх девятка мечей интересная такая карта она что она показывает час нет сейчас я уже не встану за ручкой если посмотреть здесь человек значит натянул на себе майку да ему очень страшно здесь конечно же всевидящее око и когда он погружен внутрь себя то он не видит да то есть глаза у него в принципе закрыты и его внутреннее восприятие до ощущение одно обострено и поэтому здесь бесы которые держат палки готовы как будто бы его наказать и вот у человека есть такой вот этот внутренний страх да то сейчас меня будет наказывать да сейчас меня будут ругать потому что он не видит но слух обострел на как будто вы слыши да вот эти вот движения демонов и как правило большинстве своем это все на придуманные нам накрученные до придуманные поэтому здесь девятка мечей и великий аркан солнца что вы хотите в себе изменить страхи свои да вы хотите как-то больше понимать себя больше знать себя узнать о себе быть больше знаете как-то вот уверенным человеком но уверенно мне с внутренним каким-то стержнем а знаете уверенным и больше радоваться вот по солнцу такое чувство что не хватает счастья да не хватает удовольствия не хватает какой-то радости что вы хотите в себе изменить со своими страхами поработать да вы не хотите все время быть напряжение все время в каком-то ожидании что вот где-то меня накажут вот это вот бесконечное чувство вины ощущение что за мной постоянно кто-то наблюдает там есть на система семья кто-то что вот я не могу жить свободно так как я хочу по своим собственным внутренним ощущениям здесь хочу радости вот что я хочу изменить а я хочу быть радостным таким знаете вот но мне не хочется сказать взрослым каким-то человеком а именно ребенком вот здесь вот хочется на сказать именно ребенка потому что здесь как солнышко знаете вот если не отсвечивают вот птенцы до нарисованы маленькие птенчики да потом они вырастают здесь мальчик либо девочка да и солнышко и они как-то взаимодействуют то есть вот хочется какой-то радости хочется прийти к такому состоянию до убрать все что мешает внутреннему таком удовольствие я хочу жить и получать удовольствие но здесь у слова радость не идет больше что еще что еще хотите вы в себе изменить ну вот свою эмоциональность свою вот эту вот это королева кубков свою эмоциональность свою чувствительность какой-то свою ранимость да может быть какой-то степени свою сами зависимость в том что знаете закрываетесь вот по отшельнику закрываетесь удаляетесь почему потому что ну страшно страшно мне все страшно жить страшно да я не знаю как я смогу стать и разным таким человеком потому что эмоции они когда начинает проявляться да у меня такое ощущение желание знаете вот как-то ну скрыться уйти уйти вы смотрите здесь опять таки вот здесь вот так но нарисованы то изображено и вы здесь вот окно у отшельника изображено и здесь голубь этом птенчики получается так что чего я боюсь я вот как будто бы от этого свету боюсь да я боюсь открытости я боюсь какой-то вот той яркости может беда я боюсь своей чувствительности потому что я начинаю переживать я начинаю волноваться я начинаю как-то вот может быть влюбляться да причем вот прям с головой накрывают какие-то эмоции я боюсь потерять себя и поэтому вот я ну углубляюсь как-то закрываюсь ухожу ухожу от этого солнца то есть знаете как интересно здесь я как будто бы что я хочу в себе изменить страхи чтобы стать вот вот быть счастливым человеком а здесь получается что вот эти вот страхи они что делать вот она вот это вот окошко да но наоборот делает так что я становлюсь интровертом делает так что я закрываюсь закрываюсь от кого вы закрываете что там за этим вот окном находится двойка мечей двойка мечей интересный смысл здесь этого аркана да мы видим человека которого как будто два лица и он держит видно да видно он держит два яблока да только здесь день а здесь ночь и самое интересное что этот аркан задает такой очень философский вопрос который говорит о том что вы задумались когда-нибудь какой вкус у яблока утром на рассвете и какой на закате по сути яблоко одно но вкусы получаются разные почему потому что на восходе наше внутреннее состояние такой наполненности некого такого рассвета ожидания что что-то хорошее будет а на закате мы уже подготавливаемся ко сну да то есть уже есть какой-то опыт этого дня и вкус меняется так вот здесь от чего вы закрываетесь здесь по сути закрываетесь вот от этой дуальности на я слишком переживаю о том что мир дуален возможно вы боитесь опять таки вот этих качели как которые вас раскачивают в крайности на здесь как будто бы знать боитесь проживать вот эту вот радость то к чему вы идете да она и основана то на ваших эмоциях вы боитесь проживать эти эмоции вот прям погрузиться полностью потому что что с вами происходит на вот опять таки знаете вот баланса ощущение такого что вы теряете как будто бы баланс это верховная жрица что вы как будто вы теряете баланс вы ну не можете когда вот вас раскачивает на этих качелях либо накрывает вас волна эмоций вы не можете потом долгое время прийти в себя вы не можете найти равновесие вы действительно как будто бы знаете становитесь не совсем счастливым человеком не совсем счастливым человеком потому что вот вас накрывает как куча куча разных каких-то переживаний вот этих реакций вы как будто бы их не можете переварить это похоже на то когда люди пробуждали кундалини и говорят о том что вот я могу слышать все что абсолютно меня окружает и звуки машины дорог и мураши которые могут идти где-то проходить рядом на и ветер и это вот как будто вы знаете вот прорывается что-то внутри вас и открываются абсолютно все органы восприятия восприятия и звуки запахи это все одновременно вот этот вот шквал эмоций его вы как будто бы боитесь счастливым вот я не знаю почему вы боитесь счастливыми вот это вот вы в себе эти страхи прорабатываете как будто бы разрешить себе быть счастливым почему вот для вас важно быть счастливым тройка мечей потому что это наверное самое дорогое для вас да вам кажется что когда я буду счастливым мое сердце уже как это не то чтобы никто не будет разбивать а здесь как будто бы знаете у у счастья такое состояние когда отсутствует полностью боль вот именно сердечная боль вот вы как будто бы вам кажется что вот противоположность разбитому сердцу это счастье вот здесь такой здесь скорее всего очень часто вам разбивали сердце семерка железла посмотрите какая замечательная карта и говорил это своего рода защита вот если вы посмотрите очень глубокая глубокая карта да здесь нарисована семерка железла вообще ее общее понятие одно из общих ключевых слов это защита так вот если вы посмотрите вот здесь значит нарисована девушка которая лежит на полу полностью голая как показатель открытости доверия да и в позе эмбриона и вот здесь вокруг не знаю насколько вам видно нарисовано нарисован человечек на белый мелком видно вот здесь вот глава вот как будто бы я хочу скрыться я хочу скрыться единственный человек где я чувствую себя в безопасности это в теле своей матери дай поэтому нет этот позиция эмбриона да я закрываюсь только там я чувствую себя в безопасности когда я нахожусь в позиции эмбриона никто не может мне причинить никакую боль есть человек который меня защитит и это важно почему потому что ну для вас вот это вот вы нуждаетесь вот в какой-то защите до защитить как будто бы защитить вот защите свое сердце да я никак не могу сказать по-другому здесь какая-то вот ваша необходимость на из-за этих переживаний вот здесь вот по королеве кубков волнений очень много волнуюсь переживаю где-то может быть есть чувство вины где-то есть может быть какая-то мелом холи да то с чем вы в принципе не может быть некая такая интровертность даже да то с чем вы стараетесь как бы справиться я не хочу сказать бороться да но справиться почему потому что вообще вся вот эта вот ситуация да что вы хотите в себе изменить она вам по сути ты причиняет вот эту вот боль да его чувствуете что вы нуждаете в защите и поэтому когда вы будете счастливы да это будет как раз киват показатель что я я защищен значит что-то внутри я сам собой проработал да если я счастливый человек значит у меня нет вот этих вот острых болезненных ситуаций я уже сам себя как будто бы спас здесь дикой необходимости защите спрашиваю почему потому что так так справедливо да здесь вот будто такое ощущение что вам защита нет людей нужно столько вы как будто вы знаете от высшей силы тарка справедливости что вы как это бы заслужили вы хотите чтобы была какая-то защита свыше и это вот будет для вас его состояние счастья до этой радости но это будет как будто вы знаете следствием того что я нахожусь под защитой высшей силы со мной ничего такого плохого не может произойти и тогда я буду и безопасности и тогда никто не сможет ранить не мое сердце никто не причинит мне боль вот такая вот у нас была с вами двоечка так и позиция номер три зелененький камешек что троечки вы пытаетесь в себе изменить мои мысли мои скакуны лесами мечей какой-то знаете агрессивность что ли может быть одержимость иногда о чем это здесь король жизла знаете ощущение того что когда у вас возникает какое-то желание да вы настолько она прямо знает накрывает вас вы настолько погружаетесь вот что становитесь иногда действительно одержимыми вот мне это нужно и все даже если у меня нет денег я готов взять где-то в кредит чтобы получить то что я хочу вот это вот именно сам процесс вот этот вот знаете когда я хочу значит мне это надо значит я это получу любой ценой вот это вот вы себе хотите изменить почему потому что способ неплохо как это нет ничего плохого до ваших желаниях сколько есть способ то как вы хотите получить иногда он вас очень пугает самих почему потому что вы на пути достижения сами себя можете ранить то есть вы как будто бы в этот момент проявляете какие-то свои теневые аспекты своего характера и они вас пугают как будто бы сами пугаетесь от своих каких-то реакций может быть от своих каких-то мыслей но вот здесь вот действительно некая такая одержимость да как будто бы крыша едет и вы сами себя не узнаете вот такие и это вас страшит на самом деле вот такие вот моменты да то есть то на что вы на какие крайности вы способны по достижению каких-то своих целей да вот это вы себя хотите изменить да когда вы когда вы хотите да пойти вот какое-то нового вот здесь вот прям знаете как будто бы неожиданно у вас появляется какая-то внутренняя сила которая начинает вам вами управлять руководить говорить вам что нужно сделать как и нужно сделать и вот это вот очень очень сильно пугает вас а почему вас это пугает ну потому что здесь тройка кубков да потому что на такое ощущение что вот иногда вы можете как будто бы на этом пути терять своих каких-то друзей да может быть приятелей либо вас это пугает то что сразу становится как-то тяжело трудно да вы понимаете что это забирает очень много сил что ваша жизнь начинает меняться не в лучшую сторону пока вы находитесь в этом процессе да как то вот можете ссориться можете говорить какие-то колки слова обижать других людей это тот пятерка пятерка монет всегда попадает именно на неважно в какой колоде она все время выпадает на третью позицию что еще вы хотите изменить знаете вот это вот чувство некой такой гонки за то что ресурсов вот посмотрите ресурсов как будто бы на всех не хватит то есть здесь идут два сумасшедших пустыми тарелками один из них хватается за голову говоря о том что вот как будто бы я забыл что время обеда то прошло а вот я сейчас захотела есть и все и теперь нам никто в столовой не даст обед и вот мы будем теперь голодные это конец света и что мы будем делать вот и как нам жить то есть вот здесь вот это вот ощущение некой такой панике я бы сказала вот когда у вас появляется какое-то желание прям что-то я хочу но у вас нету денег на данный момент и вот у вас появляется эта паника а как а что а как я могу например получить то что я хочу у меня сейчас нету денег вы знаете все это конец света и как мы теперь будем жить и ресурсов не хватает и вот что-то такое вот это вот вот эту часть себя вы хотели бы изменить а почему почему это для вас так важно потому что у вас очень много по тузу жезлов очень много проходят таких знаете очень хороших про хороших плодотворных идей если за каждую такую идея для реализации и и вы будете себя так ощущать то это будет но не самый продуктивный образ жизни для вас почему еще это для вас важно семерка мечей это еще важно здесь какая-то хитрость обман в чем знаете вот здесь а почему это важно потому что знаете вот вы как будто бы если посмотреть на эти аркан да это аркан силы вы как будто бы не верите да не верите в то что у вас есть ресурсы абсолютно на все что вам необходимо здесь вы как будто бы сами себя бань обманываете в том что вы ограничены есть какие-то вот знаете мысли у вас поэтому рыцарь мечей то с этой с этим и связано да что у меня как будто бы крышу сносит но вот голову до забирают и я не могу мыслить есть здесь какие-то мысли говорящие о том что у вас нету сил но в данном случае сила подразумевается как какие-то ресурсы что у меня нету ресурсов до получить то что я хочу я становлюсь вот таким вот слабым до человеком знаю что вот мне сейчас медсестра уколят и ты укол сделай да и я буду фруктом вот для того чтобы смирить меня возможно у вас очень много я говорю идеи которые вы то ли не можете реализовать вам кажется да что вы не способны на это реализовать а иногда бывает такой знаете вот прям инсайт за инсайтом я это хочу это хочу здесь чувство того что у вас такая светлая голова очень много идей таких достаточно ну хороших продуктивных но вы как будто бы не знаете как их реализовать и из-за недостатка знаний вы это списываете на то что у меня нету возможностей то есть у меня нету возможности я не знаю как это реализовать и поэтому в какой-то степени вы даже себе блокируете возможность создавать вот как знаете вот здесь вы смотрите человек сидит а у него в голове да как горшок перевернутый очень много цветов да то есть и свету прям идеей рождается вот идея рождается он здесь рисует разные картины прям одну за другой да неизвестно что какая из этих картинка говорится выстрелит и принесет мне миллионы да но вот здесь вот на данный момент человек не работают он сидит и думает он просто размышляет и либо находится в состоянии некой такой медитации условно говоря когда к нему идет вот снисхождение света да то есть идеи рождается за за как этот поймали человека в момент рождения его каких-то идей поэтому здесь вот это вот ощущение что много идей я не знаю как их воплотить поэтому когда я нахожу хоть какой-то способ я сразу стараюсь его реализовать прям знаете так в таком состоянии это вот одержимости что как будто другого пути нет то есть вот я ухватился за это и все мне вот это только надо мне другое ничего не надо потому что мне и так очень редко приходит какие-то возможности до реализовать какие-то свои идеи поэтому когда есть я сразу хочу их реализовать как будто бы не видите других шансов но других других способов реализации здесь вопрос про материализацию ваших идей про некой такой вещи образования тех ваших заземления ваших идеи потому что в голове то их много а заземлить не получится но не получается не получится не получается поэтому здесь вот какой то вот такой аспект у меня идет это вы хотите в себе изменить а то есть как-то а как вы хотите как вы хотите но вот король мечей да вы хотите кстати здесь изображен алистар кроли вот вы хотите знаете через знание все обдумать выстроить какой-то логику да конкретные стратегию как вам поступать и размеренные поступательно действовать просчитывать все шаги то есть вы не хотите спонтанно а здесь получается так что вас как будто бы нету времени что ли на то чтобы вот сесть подумать то есть пришел шанс надо его сразу брать и делать вот а вы хотите вот так вот размеренно здесь как будто бы не не получается мне такое ощущение потому что вы когда начинаете о чем-то думать на как бы это сделать у вас появляются другие идеи а вы от старый возможно и отказываетесь да то есть в процессе идеи того как воплотить первую идею вас рождается еще три-четыре и это больше вас запутывает нежели помогает вот такая вот у меня была и третья позиция я благодарю вас всех за внимание за ваши комментарии ваши лайки прощаюсь с вами до новых раскладов всем пока пока